Всем привет! Сегодня посылка для Redmi Note 11 Pro, но не только. То, что я буду показывать, подходит на другие модели компании Xiaomi Poco Redmi. По ссылке в описании смотрите, сколько этот продукт стоит. Ну и, собственно, там галочку ставьте. Ну, в описании всё найдёте. Напротив своей модели придёт абсолютно то же самое. Сейчас я вам покажу один из вариантов, как носить телефон без чехла. Если вы не хотите гонять с чехлом, просто хотите защитить смартфон, при этом, чтобы он сильно не царапывался, чтобы потом более выгодно, так сказать, передать. Вот будет сейчас один из таких вариантов. Ну что, начнём. Итак, собственно, пришла посылка достаточно быстро, где-то дней за 14, в общем, 2 недели. Смотрите, что у меня в комплекте. Так, это я, походу, понимаю, так вывалилась. В общем-то, идут протиражки. Зелёная, это сырая. Такая уже красная. Эта тоже сухая. Далее. Стикеры идут специально, чтобы пыль, грязь убирать. И что это? А, это защита на задние стёкла с камерами. То есть на эту область приклеивать. Чтоб не поцарапалось, не разбилось. Далее. В комплекте у меня две плёнки карбоновые. Карбоновые на заднее стекло, вот с вырезами под камеру. И также у меня в комплекте две плёнки, гидрогир плёнки на передний дисплей. Всё это сейчас я на ваших глазах приклею. А ну вот ещё такой шпателёк. Приятно красивый. Картон белый. И сверху полосочка матерчатая. Специально, чтобы проводить, выводить, контролировать приклеивание и выводить воздух. Который, возможно, там может попасть. Для удобства. Берём коробочку. Так будет удобнее работать. Я вам также советую. Далее. Начнём, вообще-то, с задней стороны. Так. Берём стеклышко. Достаем. Хорошо поклал подавец красавчик. Как видите, там два стекла. То есть одно стекло на нижней камере. Второе стекло поменьше на верхнюю камеру. Основную камеру. Так. И также берём одну протиражку. Зелёную. Сырую. Вскрываем. Так. Вскрываем. Ссылку в описании я также оставлю на свой смартфон. Redmi Note 11 Pro 5G у меня. Можете посмотреть, сколько он стоит. Где я его покупал. Там самая лучшая цена, по крайней мере, была. Так. Я думаю, достаточно. Советую вам использовать всё же какую-нибудь свою тряпочку другую. Не та, что идёт в комплекте сухая. А вот какую-то микрофибру, там, от очков, допустим. Это гораздо лучше тех салфеток, которые кладут в комплект. Ну, если уже нету, нету и так и нету. Так. Ну что. Приступим. Убираем плёнку. Вот. Под плёнкой стёклышки наши. Вот два стёклышка. Одно с отверстием. Это как раз-таки под фотоспышечку. Буду клеить на камеру, поэтому, друзья, не придирайтесь особо. Это делать сложно, неудобно. Под углом большим и на расстоянии 30 сантиметров. Сейчас вот немножко смешу себе его. Так. Ух ты, выскочила. Так, стоять. Хлоп. Готово. Ну вот, пожалуйста. Проще простого. Если будете клеить в домашних условиях, не записывая видео, как я, то и вовсе ещё проще. Берём второе стекло. Отсоединяем. Тут, конечно, головная грязь, чтобы не взлетела. Равняем. Прислоняем. Хлоп. Так. Вроде нормалёк. Тряпочкой сверху проходим аккуратно. Смотрим, что у меня получилось. Так. Вроде всё отлично. Посмотрите. Идеальная защита. Теперь не будет царапаться. Как практика показала, я уже проверял. Это не влияет на фото. То есть, ну, на фото может влиять любая царапина. В том числе и на родном стекле. Так что, вот, советую вам эту дешёвую штуку приклеить и защитить свои камеры. Так. Теперь, смотрите. Идём на переднее стекло. Достаем. Где у нас было? Вот, я уже доставал. Вот так это всё выглядит. Ещё раз показываю. Ориентир будет, конечно же, по отверстию камеры в основном. И по направлению краёв. Так. Середина это временная. Сейчас я вам всё покажу. Но у меня здесь уже приклеена гидрогель плёнка. Точно такая же. Я сейчас отклею. Покажу вам, что она себя представляет. Как бы, да. И заново приклею, чтобы было, как бы, пособие. Которое вы будете ориентироваться. Когда будете сами клеить. Чем хороша эта штука? Это то, что максимально отличная передача цветов. Нет никаких искажений. Далее это лучше, чем обычная плёнка. Которая пластиковая. Быстро царапается. Потому что там, когда она царапается, естественно, это значит, удаляется материал. Здесь гидрогель, он такой вот. Материал прорезиненный какой-то. Я не знаю, как точно состоит из чего. Но царапины на нём так не остаются. Только лишь умятины. Постепенно они самовыравниваются. Глубокие царапины полностью не выравниваются. Но они как бы подравниваются. Нет таких глубоких царапин. Не выезжает, не выскакивает оттуда материал. Соответственно, лучше это всё выглядит. Ну и очень хорошо. Она скользкая плёнка. Если вы любите поиграть, самое оно. Крутая штука. Смотрите, вот так она тянется. И не хрустит. Можно свернуть вот просто в кубок. Вот такой вот материал. Что? Продолжаем. Опять снова я беру сырую тряпку. Всё равно пройду. Хоть у меня чистое стекло под ним было. Под этой плёнкой вернее. Так, а что? А, я ж... Блин, я не тут взял. Зелёное надо брать. Всё равно протрут. Так как по краям накапливается пыль, грязь. Чуть стоит сместить. Не так плёнку приклеить. И там, естественно, ободочек будет с пылью. Так. Видите, какие разводы хорошие. Там есть свои нюансы, когда приклеиваете. Я сейчас о них буду в процессе работы вам рассказывать о них. Так, вы не бойтесь, это спирт технический обезжириватель, вернее. Это не какой-то технический спирт, я хотел сказать. То есть он не повреждает рефобное покрытие заводское на самом дисплее. Это просто обезжириватель. Вреда он не наносит. Так. Тщательно проходим. Сильно не усердствуем, потому что ещё придётся протирать не раз. Но, тем не менее. Вот так вот раз, раз. Далее. Берём плёнку эту. И я обычно по пузу прохожусь, потому что сейчас мы будем прислонять эту часть. И всё равно на ней прилипшая пыль лучше удалить. Далее. Вот тут вот есть хлястик. Тянем за хлястик, отрываем серединку. Кстати, по поводу плёнки. Вот обычная плёнка. Хрустить. Вот такая плёнка. Обычно также с завода приклеивают к производителям. Прикладываем. Равняясь на отверстие. Так. Чтобы отверстие было чётко по центру фронтальная камера. Вот так вот. Я смотрю, всё отлично. Прижимаем пальцем к середине. Так, тут, тут. А, вот середина. Смотрим. Так. Ну, вроде всё чётко. Всё правильно. Ровненько. Камера чётко по центру. Далее. Можно даже вот шпательком пройтись. На ползере не обращаю внимание. Это временное. Далее. Разворачиваем. Шпатель готовим. Готовим тряпочку рядом. Так, это нам потом ещё карбон приклеить. Здесь есть вот такой перелом. Срез. Вот он специально сделан. Надеюсь, там на камеру видно. Вот, хорошо сейчас виден. Тот самый срез. Он сделан здесь, конечно же, специально. Можно шпательком прижать. Переломать. Далее. Удерживаем. И снова аккуратненько убираем пыль. Но только так, чтобы... Зараза. Но только так, чтобы тряпка не дотронулась до той части, которая там вот клейка составляющая. Иначе ниточки и пыль сразу приклеятся к плёнке. Так, ну вроде отлично. Всё же, я надеюсь на ваше понимание, если я что-то не очень хорошо приклею, то это всё на камеру. Неудобно. Провели. Готово. Пока хорош. Так. Имейте в виду, что гидрогель плёнка находится в центре всего этого. Всей этой конструкции. Вот это, что мы клеим. То есть сверху защитная плёнка, снизу вот эта матовая защитная плёнка. То, что сверху пока не будем снимать. Она пока в рабочем состоянии остаётся. Далее. Берём. Теперь уже можно даже без шпателя. Так он здесь лежит. Поднимаем. Так, подняли. Берём тряпочку. Уже вижу, пыль вот она легла, зараза. Аккуратненько. Раз. Блин, вот. Надо было выключить полностью смартфон. Так, убираем. Так, ну вроде всё чётко. Шпатель берём. Ну и собственно... Ту-ту-ту-ту-ту. Давай, давай, давай. И вот так вот. Готово. Так, ну вроде отлично всё. Оставляем. Друзья, если у вас там какие-то... Останутся вдруг маленькие пузырики. Не волнуйтесь. Нагреется смартфон. Со временем через двое-трое суток пропадут. Ну вот так вот сейчас у меня выглядит вся конструкция. Хлястик оставляем. Пока что переворачиваем смартфон. Теперь, снова мне понадобится, где это у меня, зелёненькая сырая. Сейчас будем приклеивать карбончик. Карбончик. Вот это уже будет посложнее. Здесь нет хлястика, зараза. Ладно. Мы его подденем. Плёночку подденем множеством. Аккуратненько. Так. Берём сырой, проходим по крышке. Это один из вариантов, конечно же, чтобы носить телефон без чехла. Но можно носить и с чехлом. То есть это плёнка. И она очень тоненькая. Очень тоненькая плёнка. По краям обязательно проходим вокруг камеры. Там особенно собирается пыль. Она очень тоненькая. Не мешает чехлу. Если... А не если, а так и будет. Пыль всё равно попадает между чехлом и смартфоном. Задним стеклом. Здесь стекло. Оно там потом всё может расцарапать. Вся эта пыль грязь. Теперь сухой. Поэтому рекомендую даже поступать таким образом, если вы и в чехле носите смартфон. И уж тем более, если без чехла. Интересно, как это сейчас будет всё в карбоне смотреться. Синий карбон получится. Так. Думаю, достаточно. Вообще ничего сложного. Спокойно всё это дело поддевается. Отрываем полностью плёнку. Нафиг. Вот так вот. Ничего страшного. Прикладываем. Ну вот, пожалуй, примерно так. А ну-ка. Да. Выгоняем воздух. Сюда. Теперь вниз погнали. Ух ты, какой интересный получается вариант. Красивый. Так. Сюда. Смотрите, как хорошо ложится на прямую крышку. Просто шикарно. По краям. Теперь здесь аккуратненько. Так. Прижимаем. Вот так вот тянем. Хлоп. Теперь сверху. По тому же сценарию. Ну, вот так вот ещё. Пожалуй, пройдёмся. По тём. Теперь можно пройтись и тряпочкой. Я вам покажу, что получилось. Сейчас сольём спереди плёнку. Слушайте, а мне нравится. Классно смотрится вообще. Обалденно. Это ещё плюс ко всему кастомизация. Так. Ну что. Срываем спереди плёнку. Смотрим, что у меня получилось. Надо аккуратненько, чтобы не оторвать, чтобы осталась гидрогир плёнка на экране. Так. Так. Ага. Плёнка осталась. Вот, кстати, ещё раз. Ох, как хорошо. Посмотрите, по краям надо только пройтись. Вот сейчас. Вот это обычно вот такая вот плёнка приклеивается с завода. То есть её очень легко поцарапать, так как она плёнка пакетовая. Ну, вы понимаете. А там что-то по типу резины. Так, вот вверх надо. Сейчас пройти. Так. Пузырёчки. Ну, это я могу и без камеры, конечно, закончить. Так. Краям. Какая красота. Просто шикарная цветопередача. И палец-палец просто летает. Офигенное чувство. Офигенно. Просто офигенно. Ну, вот единственное, что... Ну, вот ещё пузырёчек здесь надо выгнать. Вот так вот. Ну, всё. Пожалуйста. Так. Сейчас сфокусируется камера. Вот перед вами... Так, 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 так. Вот край плёнки, чтобы вы видели, что она действительно приклеена. Потому что вот так вот и не скажешь, будто бы её и нет. Шикарная штука. Очень офигенно. Светопередача у неё великолепная. Просто великолепная. Смотрите. Теперь смотрите сзади, что у меня получилось. Такой карбончик. Так же неплохо всё смотрится. Более такой шершавый. Теперь матовое стекло стало, не глянцевое. Не так как подпечатки пальцев остаются. Защита шершавенькая. Лучше удерживаться будет. Но и стекло на камерах. И ещё. Спокойненько сюда нацепить чехол. Чехол и носить чехлом, пожалуйста. Вот там стекло. Там и плёнка. Если туда мусор попадёт, всё будет отлично. Легко приклеивается. Как видите, без всяких проблем. Главное не нервничать. Спокойненько всё делать. Видео не записывать при этом. Но YouTube не укладывать. А так подпишитесь на канал. Также моя телега будет в описании под этим видео. Перейдите, посмотрите, подпишитесь в Telegram скидки Aliexpress. Я публикую самые лучшие предложения. Вот буквально сейчас там Poco F4. Poco F4 5G. Poco X4 GT. Выходят по самой интересной цене презентации. Там же я публиковал. Надеюсь, действительно вам видео понравилось. Если так, с вас лайк. Вам же не трудно. Мне будет очень приятно. Пользуйтесь. Очень дешёвая штука. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...